Евангелие от Иоанна Евангелие от Иоанна Евангелие от Иоанна Евангелие от Иоанн 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 И мы видим, как он сказал о Христе, как он сказал своему брату о том, что может ли из Назарета быть что хорошее. И в этом очень важный момент заключается, потому что Нафанайл из текста Ветхого Завета, он знал, что Господь должен прийти из Вифлеема. И вот мы видим это некое здравое сомнение Нафанайла. И мы видим, как происходит его встреча со Спасителем. И потом Нафанайл исповедует, что действительно ты, Иси, Сын Божий, ты Царь Израиля. И мы видим то выражение, которым Господь характеризует Нафанайла. Он говорит, что вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Почему так? Почему Господь похвалил вот это, казалось бы, сомнение? Потому что очень часто люди, очень часто мы с вами готовы поверить всему, что нам говорят. Но вместе с тем мы должны быть осторожны, осторожны в духовной жизни особенно. Мы знаем из Писания, что будет время, когда придут лжехристы и лжепророки, и многих прельстят. И поэтому, конечно же, к любым чудесам, к любым событиям нужно относиться с такой вот долей сомнений, с долей рассуждений. И мы видим, что сделал Нафанайл. Он в первую очередь вспомнил то, о чем писали пророки. Он вспомнил предсказания о Мессии из Ветхого Завета. И поэтому Господь хвалит его, хвалит его рассудительность, хвалит вот это его вместе с тем и простоту. Он действительно подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И мы видим это исповедование веры Нафанайла. Он отвечает сразу, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израиля». И святые отцы обращали наше внимание на то, что есть два исповедания веры. Исповедование Петра и Нафанайла. Они были разными. У них была разная вера. У одного веры была более совершенна, у другого веры была менее совершенна. Мы помним, что Господь сказал в ответ на исповедование Петра. Он сказал, что ты Петр, то есть камень, и на камне всем я сожду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. То есть вера Петра уже была более совершенна, и на этой вере, и на этом камне Господь созидает свою церковь. Вера Нафанайла была не столь совершенна. И мы видим, какой дает ответ Спаситель. Увидишь больше всего. То есть Господь наставит Нафанайла на этот путь истины. Господь покажет ему еще многие откровения и действительно поможет, чтобы вера его созрела, чтобы стала той самой верой, которая, по словам Сочинного Писания, может передвигать и горы. И есть еще очень важный момент. Этот небольшой диалог, когда Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Один маленький, но очень важный эпизод. Очень часто наши люди, наши современники думают о том, что они знают что-либо о церковной жизни, хотя сами и не живут. Очень часто они имеют какие-то осуждения и даже более того осуждают церковь за что-либо, не зная ни ее церковного внутреннего устройства, ни ее предназначения, ни участвуя в ее таинствах. И вот этим людям обращены эти слова Евангелия. Пойди и посмотри. То есть прежде чем что-либо осуждать, прежде чем-либо критиковать церковь, затерянные действия, нужно пойти и посмотреть. А для нас с вами, для людей церковных, это тоже важный призыв. Пойди и посмотри. Пойдите ко Христу, потому что Господь всегда призывает нас к себе. Господь призывает нас, чтобы мы были соучастниками Великого Таинства Евхаристии и особенно в это время Великого Поста. Поэтому, дорогие братья и сестры, на этой неделе, на неделе Первой Великого Поста, поздравляю вас с этим Великим Временем. И, конечно же, желаю нам с вами такой вот чистой веры, которая была у Нафанайла. И вместе с тем и некого неразновения, чтобы мы могли тоже вместе достойно пройти время Великого Поста. Всех с праздником! Спасибо, Господи!